привет братишки привет сестренки сегодня мы с вами приготовим плов в казане да да вы не ослышались мы приготовим они я научу вас потому что я уверен что вы и так его умеете готовить скажу сразу тут не будет легендарного риса с ферганской долины тут не будет дикорастущей зиры с кавказских гор все будет из простых продуктов которые найдутся под рукой у каждого это свинина рис морковь и специи ну знаете как в анекдоте про лося и ежика где лось он просто лось а этот плов просто плов но плов в казане поэтому в казан мы добавляем немножко растительного масла и даем ему хорошенько прогреться и сразу же закидаю туда лук вижу многие потянулись за валерьянкой с корвалолом я вас уверяю лук не сгорит он действительно будет первым и только он начинает коричневеть сразу же загружаем туда мясо которое понижает температуру масла и не дает луку превратиться в черные угольки обжариваем мясо выпаривая из него влагу даем ему немножечко позолотиться наш лук все еще не сгорел и только после этого добавляем морковь чтобы развеять все мифы о том что цвет мясу дает морковь а сейчас самое время добавить специи и соль специи можете взять любые но главное чтобы там присутствовал барбарис зира чабер и куркума старательно перемешиваем и готовим постилку для нашего риса рис я возьму пропаренный промыть его нужно пару раз только в этом случае и только в этом случае ваш плов будет рассыпчатым а не слипшимся коржом на этом этапе рис не перемешиваю просто покрываю его теплой водой закрываю крышкой и оставляю минут на 20 тушиться через пролетевшие 20 минут нужно добавить чеснок я срезаю головку и погружаю в рис затем нужно будет казан закрыть и практически без огня оставляю наш плов еще минут на 10 10 минут просвистели как пуля теперь наш плов уже полностью готов и вот только теперь его нужно перемешать то есть непосредственно перед подачей на стол главная теорема про лук же доказано он так и не сгорел хотя клал его указан первым если вы таким же образом готовите плов то я жду ваших позитивных отметок то есть лайк и подписку на канал а если не так то напишите в комментариях каким образом вы его готовите по какому рецепту не забывайте этим рецептом делиться с друзьями как и готовым блюдом кстати а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok